4 сезон сериала Закрытая школа Без целой команды профессиональных каскадеров Таких, как Андрей Кудельский Не разделяем трюки на сложные, простые Любой трюк подразумевает собой какую-то опасность или что-то Поэтому в распределении идет сложный постановочный трюк Который требует дополнительной технической подготовки Или трюк, который не требует данной К примеру, упасть или что-то Выпрыгнуть В конце этого сюжета прямо под ногами Андрея взорвется мина Ну а пока остановимся на трюках попроще Например, драках Начали Стоп Даже такие, на первый взгляд, безобидные сцены за актеров выполняют дублеры Делается это из чисто коммерческих соображений Разбитое лицо главного героя или его вывихнутая нога Могут на несколько дней остановить съемочный процесс В денежном эквиваленте это огромная сумма Есть серьезные трюки, когда актер не может выполнить силу физического неумения Или просто того, что актер может получить травму И тогда процесс, производство встанет Ну это просто финансовые, как бы, продюсеры этого не допускают Поэтому мы их дублируем А на данном проекте актеры, в общем, талантливые, молодые, спортивные ребята С ними одно удовольствие работать Поэтому, в общем, они многие вещи в драках, например, делают сами Вот, ну а уже более сложные трюки, да, есть дублеры Чаще всего актер и его дублер делят сцены Самые опасные моменты играет профессиональный исполнитель трюков Все остальные актер с его узнаваемой внешностью Вот здесь, прямо вот из этого окна у нас срывалась на простынях И потом падала, калечилась Дарья, актриса Агата С ней все хорошо, мы ее дублировали У нее была дублерша, очень похожа на нее, которая делала непосредственно срыв Но на тросах у нас висела сама Агата Снимали, в общем, планы из окна с актрисой Вот, и, в общем, тоже молодец Довольно-таки терпеливо все, и как бы все с умом Удары могут выполнять и сами актеры Их специально учат не задевать друг друга Но при этом реалистично поворачивать корпус или голову Кроме того, многое решает правильный ракурс Когда простые, там, один другого ударил Просто грамотная расстановка камер дает полный эффект Что он попал именно по лицу, а не мимо Глядя после на то, как без прикосновения в кадре получился хороший удар Актеры радуются, как дети Меня как-то Морозов бил по лицу, на лотом Аж без прикосновения ко мне Он говорит, ты не волнуйся, мы так снимем, что ничего не будет видно И правда, я потом посмотрела, такой роскошный удар Вообще мимо лица Каждое движение в драке прописывается Чтобы актеры или их дублеры не просто мутузили себя почем зря А верно отыгрывали боль, страх или даже смерть Опытные каскадеры даже в таких сценах сохраняют спокойствие и помнят Какой удар идет, за каким захватом Скажите, вот когда вы лежите на траве и вас бьют ногами по животу, о чем вы думаете? Да не знаю Приходят какие-нибудь мысли вообще в голову? Вам смешно ответить? Ответьте смешно А зарплате? А зарплате? 50 рублей, 150 рублей, да? На самом деле, правильно исполнить трюк качественно Чтобы это понравилось и режиссеру, и зрителю Вадим Полубинский опытный постановщик трюков Ему не привыкать падать, сорваться с крыш, получать кулаком по лицу или даже пули в грудь Именно для сцен с применением оружия каскадеры используют специальные средства Вот это вот в кино называется посадка Что это такое и с чем ее едят, я расскажу буквально через несколько секунд Посадка это попадание пули Ну, как бы, в принципе, да, пули в разные части Деревья, по земле посадки ставятся на одежду Это именно попадание пули в тело человека Есть специальная защита Такая вот С металлической вставочкой Чтобы обезопасить Ну, срабатывает пиротехническое устройство И ИП Имитатор попадания пули Экранная пуля, вылетев из пистолета, так и не находит свою жертву А брызги крови и разорванной одежды Это результат работы пиротехников Сколько раз уже вас стреляли? Я не помню Но много? Ну, много А сколько максимально раз за одну сцену вас попадали? Было три выстрела в грудь, но это, получается, шестпосадок И на вылет они, как бы, здесь срабатывают и на спине Как ощущения? Нормальные ощущения Послушайте, а кровь вы закупаете где-то или вы ее сами готовите? Нет, это мосфильмовская кровь специальная, которую мы знаменитые Ооо, кровь Михалкова как-то ее знаменитые, да Но самые сложные сцены в кино, как и вершина каскадерского ремесла Это различного рода взрывы У меня такое ощущение, что кто-то еще сегодня умрет в закрытой школе Если по сюжету в фильме предусмотрена сцена взрыва То сначала снимается все, что было до и после него Например, как героев засыпает землей Или как Куриленко решает уйти из пансионата, а Володец тщетно пытается его остановить Стойте на месте, не двигайтесь Периметр школы заминирован Дядя Вова, пришел меня проводить? А че пирожков не принес? Я не шучу, Куриленко, стой где стоишь Прощай, дядя Вова, не могу сказать, что буду скучать по тебе Куриленко! Вот сейчас самое время для взрыва мины А значит и для людей, точно знающих, как на ней нужно подрываться Рядом со мной находится Андрей Он постановщик трюков на сериале «Закрытая школа» Сейчас пару вопросов, он расскажет нам, что сегодня будет происходить Андрей, здравствуй, скажи быстренько в двух словах, что за сцену вы готовите? В данном случае готовится сцена, взрыв актера на мини Сначала Андрей рассказывает нам, как и с помощью чего Он собирается подлететь на несколько метров вверх от взрыва В двух словах, что это за баллон для погружения под воду? В данном случае используется, да, действительно, доверский баллон Это баллон высокого давления, благодаря которому работает система, которая вот эта, которую вы видите, называется Ratchet Это баллон, значит, редуктор, это ресивер Отсюда мы подаем в ресивер необходимое нам давление Потом включаем питание И вот эта кнопочка Все, давление у нас здесь, смотрим, замыкаем кнопку Шток Сейчас я это выключу на всех случаях А то мы можем, да, тоже полетать Да, да, да Затем каскадер объясняет, как команда будет имитировать взрыв и что при этом произойдет В данном ситуации, вот вы видите, устанавливается конус, который закладывается в пиротехнический заряд Засыпается торф, в данном случае используем, чтобы имитироваться вылет земли Делаю сначала заявочный план, как сюда подходит актер После чего точно так же в него, значит, становлюсь Я Да, пиротехник дает команду, одновременно происходит взрыв Прикновение к сцене, которое продлится всего несколько секунд, порой длятся весь день Но именно эти несколько секунд и оставят яркий след в воспоминаниях зрителей Браво, Адрюха! Ради красивого дублика каскадеру пришлось несколько раз звать в небо Но это того стоило Взрыв получился очень реалистичным Но лучше всего у этих ребят получаются сцены с объятыми огнем людьми О них мы тоже обязательно расскажем В следующий раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!